По моему мнению, эту церемонию нужно не только продолжать, но и расширять. Объясню почему. Этот эффект называется «ненаказанное зло». Вот эти все события, которые начались с 2014 года, российско-украинская война, это яркий пример того, что советские преступления, коммунистические преступления не были наказаны. То есть коммунистического Нюрнберга не произошло. В определенной мере надо показывать людям, называть эти имена, потому что обществу нужна прививка. Прививка от диктаторства. И вот эти все материалы, вот эти все имена, которые будут провозглашены в эфире, так, и это должны, по моему мнению, быть из разных бывших советских республик, не только имен из Российской Федерации, а это Грузия, это страны Балтии, это Украина, это страны Центральной Азии, которые понесли колоссальнейшие демографические потери от периода Большого Террора. Редактор субтитров А.Семкин